Наполеон Нашего великого историка Торле Который описывает, как Наполеон мечтал Накануне перехода через Неман Предположите, что Москва взята Россия повержена Царь помирился или погиб При каком-нибудь дворцовом заговоре И скажите мне, разве невозможен Тогда доступ к гангу для армии француза А ганга Достаточно коснуться французской шпагой Чтобы обрушилось это здание Меркантильного величия Евгений Торле Русский историк Здание меркантильного величия Это уж точно не Россия И пока в этом здании Чудно спасенным нашими усилиями Умиляются казакам, расположившимся в Париже А Россия в течение последующих Пар и десятилетий формально считается Британским союзником Будущие британские игроки Большой игры всем своим существом Начинают ощущать, как на месте Которое освободил Наполеон Появляется новое чудовище Священный союз был В интересах России Это был союз консервативных христианских монархий Который долгое время Обеспечивал порядок на континенте И нельзя обвинять русскую элиту той эпохи В том, что она не могла предвидеть Что через три поколения Не Франция, а Германия Будет представлять основную угрозу Российской империи И кто же это будет представлять Основную угрозу Российской империи? И можно ли винить русскую элиту За ее хроническую слепоту? Собственно, об этом и весь сказ А пока Венский конгресс На этом собрании, где победители Наполеона Делили послевоенную Европу Русский император требует всю Польшу Британия собирает против России всю Европу Союзники на грани войны Результат – компромисс Раздел Польши Результаты Вены – это последняя западная граница Российской империи на сто лет В Азии же, там, где не было Венского конгресса Эти как бы союзники столкнулись в большой игре Кровавый русский деспот может думать Что если мы не способны предотвратить раздел Польши Мы будем спокойно наблюдать за ограблением Турции Монинг Кроникл, 1821 Заседание Ассоциации друзей Польши Если бы не разделы Польши, если бы этот народ остался свободным Мы бы никогда не увидели варварские орды русских, опустошающих Европу Калмыков и казаков северного деспота Расположившихся на улицах и в парках Парижа Каждый английский моряк готов принести свободу и помощь несчастным полякам Через месяц наш флот потопит все русские суда во всех морях земного шара Кем тогда станет русский император? Калмыком, окруженным несколькими варварскими племенами Дикарем, власть которого на море Не больше власти китайского императора Манчестер Таймс, 1822 Александр Квасневский, 2001 Для каждой великой страны Россия без Украины является лучшим решением, чем Россия с Украиной Это польский тезис, спрашивает корреспондент Нет, американский, честно отвечает Квасневский Строго говоря, американо-польский Поскольку это вообще почти цитата из Бжезинского Россия больше не может писать собственные правила в своем собственном мире Россия не может затащить Украину в подворотню и избить ее Вашингтон Таймс, 2006